Профессия психолог Профессия психолога нужна, как я считаю, не просто сидя в кабинете, ее надо прикладывать к какой-то профессии в обязательном порядке. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот нашим телезрителям, как часто надо улыбаться женщинам, мужчинам? Всегда. Не важно, какой это мужчина, да, и не важно, где это. Нет. Люди очень любят, когда им улыбаются. Нет, я, конечно, говорю не про карнигианскую улыбку, чтобы вы не подумали про человека, что он дебил. Нет. Надо просто улыбаться, и улыбаться глазами, и улыбаться внутренне. Потому что вы улыбаетесь, что там, солнцу, облакам, небу. Вы радуетесь, что вы живая, у вас две руки, две ноги, два глаза, как я говорю, что вам еще не хватает в этой жизни. Проблемы, проблемы у всех, абсолютно. Но не надо их выливать на всех окружающих. Для этого приходите к психологу или к священнику, в зависимости от того, на что вы способны. Поэтому я считаю так, улыбайтесь, улыбайтесь всегда. Даже если плакать хочется. Потому что даже улыбка сквозь слезы все равно сделает вас лучезарной. Желайте что-нибудь нашим телезрителям телеканала «Экран-5». Я вам желаю никогда не унывать. Потому что уныние, если даже смотреть по нашей вере православной, это один из грехов. Но сейчас очень многие впадают в уныние, в депрессию. Да, жизнь тяжелая, я согласна. Тяжелые времена, я могу вам сказать. Но в Руси и в России никогда не было легкого времени. Времена тяжелые были всегда. И тем не менее, нашу Русь всегда называли святой. И русские всегда улыбались и были хлебосольными. И поэтому давайте мы останемся такими же, какими мы были, несколько тысяч уже лет. Субтитры создавал DimaTorzok